На прошлой неделе Анатолия Чубайса окончательно уволили из Роснаны. И в тот же день его назначили представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Сам Путин, вопреки традиции, с Чубайсом не встречался. А его пресс-секретарь Дмитрий Песков зачем-то посчитал необходимым сообщить широкообщественности, что ни госслужащим, ни сотрудникам администрации президента, бывший глава Роснана, не будет. Впрочем, несмотря на не вполне определенный статус, Анатолий Борисович, похоже, доволен. Тема устойчивого развития и борьбы с изменением климата ему близка. Достаточно сказать, что одним из основных достижений Роснана, на мой взгляд, можно считать появление и развитие в России солнечной и ветреной энергетики. И не столько даже из-за инвестиций в производство солнечных панелей или строительство солнечных электростанций. Не столько из-за совместного с Фортом фонда развития ветроэнергетики, благодаря которому в России построено несколько предприятий по производству компонентов для ветрогенераторов и открыто несколько ветропарков. Чубайс использовал все свое влияние, все свои лоббистские возможности для создания в России программы господдержки возобновляемой энергетики. А без этой программы даже нынешних, весьма скромных по мировым меркам, результатов в России не было бы. Накануне своей отставки и нового назначения Чубайс выступил на конференции деловой России. Она была посвящена климатическим вопросам. Там Чубайс очень кратко, но оттого не менее убедительно изложил свою позицию. Мы видим и сделку зеленого Евросоюза с радикальным ожесточением целей по снижению выбросов на 30-й год вместо 40% ранее планировавшихся HCO 55%. Мы видим, что происходит в Соединенных Штатах. Программа Байдена объявлена им это только начало, не просто возврат. Парижское соглашение, как правильно было сказано, все правительство будет разворачиваться в эту сторону. Можно даже не детализировать. Мы понимаем, что в целом мир в этой тематике прошел этап осознания первичного определения целей и сейчас вошел в осознанный этап принятия решений о радикальном ужесточении своей политики. Это видно по миру в целом. И еще и Китай сейчас туда же включится. Это наше окружение. Что происходит в России? Мы все видим решение о цели 30-го года в 70%. Мы для себя взяли и провели очень простенький расчет. Что это означает? Расчет вот какой. Давайте возьмем прогноз по темпам роста ВВП 30-го года. Тот, который в проекте единого плана правительства, скорее всего, будет принят. А там, напомню, темп роста ВВП втрое выше, чем у нас сегодня. Там 3,1-3,3%. Это первое. И второе. Темпы снижения углеродной емкости. Собственно, мы же понимаем, что два фактора влияют на объем образов роста ВВП и углеродной емкости. Мы знаем, что по темпам снижения углеродной емкости в проекте стратегии заложена цифра 0,7% в год. Ну, давайте даже ее признаем. Вот возьмем предельный. Мы вообще ничего не снижаем. Мы вообще ничего не снижаем. Ноль. Ежегодное снижение углеродной емкости. Соединяем эти два фактора. Темп роста ВВП. А как в едином плане, отказываемся от снижения углеродной емкости. Вы знаете, как говорят в Одессе, вы будете смеяться, мы выполняем целый 70%. Но если быть совсем точным, там 2,3%, все-таки мы немножечко превысим. Но что это означает? Это означает, что если мы полностью прекращаем всю работу в этой сфере, мы успешно выполняем взятые на себя обязательства. Знаете, такая выработанная за 70 лет советской власти фантастическая компетенция занижения планов. Она у нас сработала вот сейчас, мне кажется, просто в полном объеме. Но это было бы, можно какую-то иронию тут проявлять, если бы не понимание следствий из этого. А какое следствие? Давайте предположим, что мир будет развиваться так, как было сказано. А это, в моем понимании, детерминировано. А мы будем развиваться вот так, как я сейчас сказал. Следствие не только в климатических последствиях. Хотя мы хорошо знаем, что в России темпы роста температуры в 2,5 раза выше, чем в мире. Но не только в климате дело. Не только в вечной мерзлоте и драматических последствиях для страны по климату. Дело в том, что, называя вещи своими нами, через 10-15 лет в мире возникнет абсолютно новая техносфера. Такой эффективности, такой сверхэкономичной энергоемкости. От которых мы отстанем просто навсегда. Суть прогноза состоит в том, что мы медленно, постепенно, незаметно, набором частных решений скатываемся в стратегию, которая называется «Как отстать навсегда». К этим взглядам, да еще хоть какие-то реальные полномочия. При этом, если бы дело касалось только технологического отставания России, еще можно было бы о чем-то спорить. Но ситуация в мире действительно довольно быстро меняется. На смену добровольным самоограничениям приходят жесткие юридически обязывающие обязательства. А на смену стимулам санкции про перспективы введения в Европе трансграничного углеродного налога, в результате которого российский бизнес рискует потерять 50 миллиардов долларов, я уже рассказывал в одной из предыдущих программ. Но на прошлой неделе наступил еще один тревожный сигнал. Британская Guardian рассказала о работе группы юристов-международников, цель которой – дать точное юридическое определение экоциду. Этот термин является производным от слов «экология и геноцид» и уже довольно широко применяется, когда говорится об экологических преступлениях. Дела об экоциде будет рассматривать Международный трибунал в Гааге, простите. Тот самый, который занимается преступлениями против человечности, геноцидом и военными преступлениями. Проект запустили в ноябре с подачи шведских парламентариев и при поддержке Евросоюза. И приурочено, это было ни много ни мало, к 75-й годовщине Нюрнбергского процесса. Криминализация экоцида идет и на национальных уровнях. Так, в конце ноября французское правительство объявило о введении уголовного преследования за экоцид. В законе будут предусмотрены штрафы на сумму до 4,5 миллионов евро и лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Самое любопытное заключается в том, что в области природоохранного законодательства Россия – страна чрезвычайно продвинутая. Для меня, например, было откровением, что в нашем уголовном кодексе есть даже отдельная статья – экоцид. Российские законодатели его определили как массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу. За все это предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Другим экологическим преступлением посвящена целая глава уголовного кодекса. И в ней полтора десятка статей. Там тоже предусмотрены не только штрафы, но и вполне реальные сроки заключения. Однако на практике мы видим совсем другую картину. О том, как обстоят дела в России в области применения природоохранного законодательства, рассказывает Анастасия Тищенко. 2020 год продолжает бить рекорды. Очередным достижением, в кавычках, конечно же, стал уровень загрязнения атмосферы. В некоторых российских регионах он самый высокий за последние 16 лет, говорится в исследовании аудиторской консалтинговой сети «Финэкспертиза». В Челябинске, например, это можно почувствовать и увидеть невооруженным взглядом, рассказывает жительница города Надежда Вертиховская. Когда я прихожу домой, снимаю одежду, у меня одежда пропахла химией или гарью. На сегодняшний день весь горизонт у нас черного цвета. Если смотреть в сторону металлургических предприятий, безошибочно можно определить. При этом показатели предельно допустимой концентрации веществ в атмосфере Челябинска в норме, по крайней мере, по официальным документам. Когда смотришь все показатели, все всегда хорошо, все всегда замечательно. Только когда смотришь отчеты уже годовые, то тогда вот где-то чего-то проскочит, что там это превышение было, это превышение. По словам экоактивистов, часто контролирующие органы то ли не видят, то ли не хотят видеть нарушений. Штрафуют, а уж тем более заводят уголовные дела за экологические преступления в России крайне редко, отметил руководитель российского отделения «Гринпис» Иван Блоков. Примером является 250-я статья, это незаконное загрязнение вод, когда в 2018 году было одно дело приговор, 50 тысяч рублей наказание, и в 2019 году было еще одно дело, 45 тысяч рублей наказание. Больше ни одного дела с приговором, по данным Газправосудия, это официальная база данных Верховного суда, нет. Общее количество административных и уголовных дел за экологические нарушения в 2019 году снизилось до трехлетнего минимума, а сумма штрафов по ним не превысила одного миллиарда рублей. Российские водители в 2019 году и то заплатили за нарушение ПДД больше, примерно в 100 раз. Все потому, говорят эксперты, что правительство бережет бизнес. Государство пытается ликвидировать в очередной раз все барьеры, которые якобы экологические ограничения создают для бизнеса. Доходило до того, что обсуждался вопрос о ликвидации требований предельно допустимой концентрации. Слава богу, он не прошел. Меняются вопросы, связанные с общественными обсуждениями. По сути, общественные обсуждения в ближайшее время могут быть закрыты. Ну и, конечно, самое главное, это вопросы экологических требований, которые во многих случаях серьезно ослабляются, равно как ослабляется экономическое регулирование охраны природы. Много жизней погибло за наш город родной. Не забыли их люди, есть их вечный огонь. Карабаш, карабаш, наш город родной. И живут в нем люди с открытой душой. В результате красные реки, кислотные дожди и свинец с мышьяком в волосах становятся реалиями, с которыми живут тысячи россиян. Город Карабаш в Челябинской области, например, не раз признавали зоной экологического бедствия. У нас есть Карабаш, где от 13 до 40 тысяч населения живет в совершенно, на мой взгляд, неприемлемых условиях. У нас есть многомиллионные утечки и попадания нефтепродуктов в водоемы. Это в связи с данными о переносе на северных сворах. Но ни по одному из этих случаев уголовные дела не возбуждаются даже по более очевидным нарушениям. А дел по экоциду, такая статья есть в Уголовном кодексе Российской Федерации с 1997 года. И вовсе никогда не заводили. В дополнение приведу пару цифр. В прошлом году в России было совершено около 60 тысяч экологических преступлений. А сумма взысканных штрафов составила почти миллиард рублей. Простая арифметика дает среднюю сумму штрафа чуть больше 16 тысяч рублей. Из этой картины сильно выбивается майский разлив нефтепродуктов в окрестностях Норильска, который стал причиной экологической катастрофы. Росприроднадзор оштрафовал дочку норильского никеля на беспрецедентную сумму в размере 148 миллиардов рублей. Компания пытается этот штраф оспорить. Цель – снизить сумму ущерба в 7 раз и добиться учета в ней потраченных на ликвидацию последствий разлива 10 миллиардов. Очередное заседание арбитражного суда Красноярского края должно пройти на этой неделе. Однако, судя по тому, что Норникель зарезервировал уже более 2 миллиардов долларов для выплаты штрафа, особых иллюзий относительно перспектив радикально снизить оценку ущерба в компании не питают. Вопрос в том, что это было. Единичный случай, вызванный громким скандалом и желанием изъятия у богатой компании полторы сотни миллиардов в дырявый из-за кризиса бюджет, или резкий поворот государственной политики. Вопрос – это слишком серьезный, чтобы его игнорировать. По данным Росприроднадзора, всего с начала этого года в стране был нанесен экологический ущерб на 234 миллиарда рублей. И ведомство намерено добиваться его компенсации в суда. Это правильно. Но если взглянуть на это с точки зрения экономики, то речь идет о внезапном изменении правил игры и существенном увеличении нагрузки на бизнес. Ни в одном плане социально-экономического развития, ни в одном макропрогнозе этот фактор не учитывается. Заставит ли резкое на два порядка увеличение экологических штрафов производителей инвестировать в повышение экологической безопасности? Или приведет к череде банкротства массовым увольнением? Никто не потрудился подумать и выстроить вменяемую модель и написать хоть сколько-нибудь объективный прогноз. Меняться бизнесу все равно придется. Внешние обстоятельства никакого выбора не оставляют. В противном случае российским олигархам и самому Путину светит гаага еще и за экоцит. Однако в России никто не озаботился тем, чтобы воспользоваться очевидными тенденциями и все более жесткими внешними ограничениями для настоящей модернизации российской экономики. Наша стратегия пока прирастать Арктикой, где еще так много нужных в стране природных ископаемых. И в этом отличие российских властей от европейских.